Волна терроризма докатилась до Котласа. Сегодня в нашу редакцию пришло письмо с угрозой взрыва. В этот раз сообщение о минировании поступило не анонимно и не в отношении торгового центра, кинотеатра или вокзала. Письмо о заложенной бомбе пришло почтовым отправлением из Котласского следственного изолятора от одного из сидельцев прямо в нашу редакцию. В нем сообщается, что завтра, 22 сентября в 12 часов 30 минут, взрыв двух килограммов тротила разнесет здание Поленина 60. Правда, его можно предотвратить, переведя 10 миллионов рублей на указанные номера телефонов. Не пойдя на поводу у подрывников, мы обратились в полицию. Оперативникам было передано письмо с угрозой, а также еще одна депеша, полученная ранее от того же отправителя. Чуть более месяца назад почтовый террорист прислал нам привет из архангельского СИЗО-4, где просил, чтобы мы осветили в нашем телевизионном эфире хоть дело по его исковому заявлению против условий содержания и якобы неправомерных действий сотрудников исправительной колонии номер 7 в Карельской Сегеже. Судебное заседание должно было проходить в Котласе. Сегодня следственные мероприятия по факту полученного письма продолжались несколько часов. Итогом стало обследование кинологам здания на Ленина 60, где помимо нашей редакции располагаются и офисы других компаний. Взрывного устройства обнаружено не было. В отношении отправителя угрозы началась проверка. О ее результатах мы сообщим позже. В связи с угрозой взрыва завтра редакция Котласского объединения телевещания вынуждена сделать выходной. Появляться в помещении, которое может быть заминировано опасно. Но программа на канале РЕН-ТВ все-таки выйдет. Правда, вместо новостей мы покажем интервью эксперта в личных и корпоративных финансах Ивана Захарова. Его записали наши коллеги из Архангельска. А сейчас к другим темам. Сегодня в Архангельске стартовала деловая программа масштабного мероприятия Маргаритинской ярмарки. 16-я и крупнейшая в Поморье. Она будет проходить до 24 сентября. Торжественная церемония прошла в зале Северного Арктического Федерального Университета. В этом году, кроме представителей российских предприятий, гости из Сербии, Норвегии, Эстонии и Белоруссии. География расширяется и для горожан это здорово, потому что мы все больше и больше получаем возможность получать те товары, о которых даже, может быть, и не знали. Видеть те технологии, которые сегодня для нас пока, скорее, на уровне бумаги, а может быть, кто-то о них и не слышал. Поэтому эта динамика развития и области, и города Маргаритинка дает такой хороший импульс. В течение трех дней для предпринимателей на различных площадках состоятся более двух десятков мероприятий, посвященных развитию малого и среднего бизнеса, а также взаимодействию с властью. Мы формируем повестку работы региональной, муниципальной власти. Сегодня большое количество главных муниципальных образований, потому что тема развития малого бизнеса, она является одним из государственных приоритетов. Развитие бизнеса, на мой взгляд, это равно развитию территории. Маргаритинская ярмарка – наш старинный торговый праздник. И сейчас это не только возможность хорошо представить свою продукцию, выгодно ее продать, но еще и возможность повысить свои компетенции в рамках деловой части Маргаритинской ярмарки. Традиционно на ярмарке проводятся переговоры между возможными партнерами из России и из-за рубежа. От них местные предприниматели смогут перенять опыт, практику работы и секреты привлечения инвестиций. Особое внимание в программе уделяется ключевым сферам бизнеса Архангельской области. Это традиционные наши сферы, где лесопромышленный комплекс, машиностроительный комплекс, сельское хозяйство, большое мероприятие. Завтра будет с участием губернатора, с участием федеральных спикеров по развитию потребительской кооперации, сходской кооперации. Деловая часть Маргаритинки продлится до 23 сентября. В последний день подведут итоги проекта «Стань социальным предпринимателем». В Архангельской области идет месячник безопасности использования газа в быту. Это мероприятие проводится в регионе второй год подряд. Не исключение Котлас. Вместе с инспекторами пожарной службы в рейд сегодня отправилась и наша съемочная группа. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожарного назора инспектора. Здравствуйте. У нас рейд профилактический по поводу бытового газа. Он не виден человеческому глазу, но очень опасен. О правилах пользования бытовым газом часто забывают не только дети, но и взрослые. В зоне особого внимания инспекторов пожарного надзора – люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе ведущие о социальном образ жизни, маломобильные группы населения и пенсионеры. Вы знаете, как себя вести? Да. Как? Что? Вызывать, если в случае участки. А сами-то будете перекрывать? Да, обязательно. Ну да, в обязательном порядке, что надо перекрыть полностью. В первую очередь, да. Отправить помещение, пользоваться спичками, курить запрещено. Инспектора выходят в рейды и общаются с людьми, проводят инструктажи по поводу бытового газа, печного отопления, чтобы люди соблюдали требования пожарной безопасности и повышали свои знания. Почувствовали запах газа – сразу звоните в экстренные службы. Правда, номера телефонов зачастую не только забываются от волнения, но и вообще незнакомы людям. 911 – это неправильный номер. 101, 102, 103, 104 – это прямые номера. Увещевания инспекторов пожарного надзора не проходят зря. Что делать и куда звонить при утечке газа? После профилактических рейдов этими знаниями обладают больше человек. Что перекрывать надо газ, окна открывать в квартире, проветривать и на улицу выходить. Одно из типичных нарушений – самовольное подключение и отключение газовых приборов. Баллоны для кухонных плит, водогрейных котлов и колонок, за исключением одного баллона объемом не более 5 литров, должны располагаться вне зданий. Это правило соблюдается редко. Плохая вентиляция также может стать причиной газового ЧП. Инновационное развитие арктической зоны обсуждали в Северодвинске. Там на Всероссийской конференции с международным участием собрались ученые из 130 научных организаций. Что обсуждали, узнаем прямо сейчас. 12 миллиардов рублей планируется потратить на программу развития арктической зоны в течение ближайших трех лет. В планах создать плавучую обсерваторию для ледовой разведки Севмурпути, а также сформировать в Арктике 8 территорий развития. Сейчас ученые всерьез озадачены проблемой недропользования. Понятно, что добывать, но порой не решено, как и где. Должен быть все-таки генеральный план. Должна быть информационная база для того, чтобы всем этим управлять. И примером нам может служить, как организовано подобное дело с недропользованием, Это Норвегия. То есть Норвегия не торгует ни нефтью, ни газом, как таковым, а только химической продукцией, которая из них получается. Арктика в ожидании инновационных решений в сфере энергоснабжения. Задача номер один – найти альтернативу дизельному топливу. Электроснабжение отдаленных сел и деревень является посредством дизельной генерации. Она очень дорогая и, безусловно, инновационные решения, например, этой проблемы позволят снизить серьезные бюджетные расходы, повысить надежность электроснабжения и, соответственно, повысить инвест-привлекательность этих территорий. В программе конференции запланированы выездные сессии в САФУ, экскурсии по научно-исследовательским центрам, познакомятся участники с оборудованием, закупленным на средства «Мегагранта». С его помощью молодые ученые занимаются экологическим мониторингом Арктики. Осваивать север, в общем-то, молодежи придется, а не старшему поколению. И эта молодежь должна, с одной стороны, впитать все то образовательное, те основы, которые есть, и приложить к этому свою энергию, задор. Конференция завершится в субботу. На итоговом заседании будет принята резолюция. Участники направят ее в Госкомиссию по Арктике и правительство страны. Яйцо императорского пингвина, клык моржа, подаренные чулчами, артефакты с места раскопок древних поселений северных народов. В личной коллекции директора Коряжемского предприятия благоустройства Александра Елагина десятки унихальных экспонатов. Но знаменит он больше своими научными исследованиями и экспедициями в Антарктиду. Сегодня он герой нашей рубрики «Люди Севера». Это самое-самое. Чем очень горжусь. Закончил высшее морское учебное заведение. Получить орден за морские заслуги – это мечта всей жизни, можно сказать. Высокую государственную награду Коряжемец Александр Елагин получил из рук президента в свой день рождения. В Санкт-Петербург он прибыл как участник совещания по вопросам освоения Арктики и Антарктики, а оказался в штаб-квартире Русского географического общества на торжестве в честь исследователей российско-антарктической экспедиции, которым повезло добраться до реликтового озера Восток. Скважины глубиной более 3000 метров россияне бурили без малого 20 лет и сделали это первыми в мире. В этой колбочке находится вода с подлёдного озера Восток, то, в общем-то, ради чего всё и затевалось. Шли к этому много лет. И в день рождения моей дочери, 5 февраля 2012 года, всё состоялось. Покорить Антарктиду Елагин мечтал с детства. Понимание своего предназначения пришло после окончания Ленинградского высшего инженерно-морского училища имени адмирала Макарова. Но прежде 12-летняя практика на Чукотке, в суровом краю вечной мерзлоты. Жить и работать почти в нечеловеческих условиях коряженцы научили коллеги из Росгидромета. Оттуда из Чукотки и первые энцемпляры уникальной коллекции. Допустим, обработанный клык моржа, это мне чукчи подарили, посёлок Энурмино, мы с сердцеками. Там такие поэтические названия, что мама не горюй. На южном полюсе Земли Александр Елагин побывал 4 раза. Дважды в качестве начальника полярной станции «Восток» НИИ Арктики и Антарктики. За время экспедиции, а она обычно длится более года, коряжемец провёл более сотни различных наблюдений и замеров по геофизике и азонометрии. Когда за окном минус 80, а большинство приборов на улице, полярников спасает специальная одежда и правильное дыхание. Тяжело, конечно, но всё равно пробуем. Там и так-то ходить, дышать тяжело. Оденешь маску, ну вроде бы ты ещё дышишь. А когда начинаешь работать, уже дышать просто невозможно. Требуется много кислорода, его там нет. Нужно научиться дышать в этих условиях, чтобы не загубить свои лёгкие. Вот и солнце появилось. 4 месяца и у него. Высота над уровнем моря 3,5 километра. Влажность ниже, чем в пустыне Сахара. Тёмная полярная ночь, 4 месяца в году, лютые морозы и ветер. Край белоснежных ледяных пустынь притягивает только настоящих мужчин. Отчаянных, волевых и решительных. В семье Елагиных их двое. Сын Артём также безнадёжно влюблён в этот загадочный материк. На сегодняшний день у него было три экспедиции тоже. Это два сезона и одна зимовка на станции «Прогресс». В основном он работал, как раз занимался, был водителем вездехода и поваром. Занимался обеспечением станции «Восток» во время этих санно-гусеничных походов. Память о поездках на полюс в редких по красоте фотоснимках. В семейном архиве и лагенных таких файлов гигабайты. Возможно, когда-нибудь они станут иллюстрациями к мемуарам Коряжевского полярника. К написанию книги директор муниципального предприятия благоустройства планирует приступить в свободное от работы время. К другим темам. В Котласе бизнес-леди задолжала налоговой инспекции физическим и юридическим лицам свыше 200 тысяч рублей. Погашать задолженность она не спешила. Время от времени вносила небольшие суммы. Такими темпами погашение долга могло затянуться на годы. Судебные приставы установили, что на женщину зарегистрирована дорогая иномарка. Чтобы арестовать автомобиль, должницу вызвали в отдел. На нем она туда и приехала. Чем сильно облегчила работу приставов? Они сразу же оформили арест автомобиля. Уже через две недели Котлашенко полностью погасила задолженность и снова села за руль своей иномарки. Универсальная спортивная площадка возле школы – это только начало. Супружеская чета Энгелей из Германии проникнулась величием личности Михаила Васильевича Ломоносова. Взялась сохранить его наследие. Причем не только в немецком Фрайбурге, где ученый учился по молодости лет, но и на его малой родине в селе Ломоносова. Как развиваются события – подробности в следующем материале. Он легко отбивает все три мяча, которые подают ему гости из Германии. Временный голкипер, он же директор средней школы в селе Ломоносова Николай Шеремет, еще утром не знал, что встанет на ворота. Его коллектив готовил торжественную церемонию открытия новой спортивной площадки, которую школе подарили меценаты, супруги Энгель. И обновить поле должны были ученики. Но, как бывает, планы подкорректировала погода. Сильный ветер и дождь отменили игру. Правда, только эту – первую. На универсальной спортивной площадке будут заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, большим теннисом. Зимой здесь будет каток и место тренировок для хоккеистов. Построить ее, говорят местные жители, обещали многие – партии, кандидаты. А сделали без обещаний немецкие предприниматели Марианна и Франк Михаэль Энгель. Их история знакомства с Архангельской областью началась со знакомства с гением Ломоносова. Мы – семья предпринимателей, которая свою деятельность в последние годы развивала во Фрайберге. Мы там организовали многие рабочие места, и можно сказать, что случайно мы познакомились с именем Ломоносова через тот дом, то место, где он в свое время учился. И имя Ломоносова зазвучало во Фрайберге. Дом Ломоносова расположен на одной из небольших улиц недалеко от центра города, недалеко от того места, где расположена наша администрация. Сейчас в этом доме проходят многие встречи, там памятное место, посвященное Ломоносову, небольшое музей, семинарское помещение. А после состоялось знакомство Энгеля с губернатором Поморья Игорем Орловым. Стороны сверили часы и выяснилось, что и те, и другие лично заинтересованы в сохранении наследия Ломоносова. В результате летом 2017-го было подписано соглашение о сотрудничестве между Холмогорским районом и городом Фрайберг. Первый результат – спортплощадка. Следующие планы – на развитие туристической привлекательности села Ломоносова. В это меценаты готовы вкладывать средства. Но еще до официального побратимства в начале прошедшего лета Энгели пригласили в гости 15 старшеклассников из села Ломоносова. Поселили их в своем французском замке в Бургундии. Вкусно кормили, учили манером, возили на экскурсии. Все расходы оплачивали сами. Вот с нами в гольф играли, ходили всегда. Мы их позорем, и они сразу идут. Ужинали всегда, тепло. Отношения между пожилой немецкой парой и русскими школьниками очень быстро переросли в дружбу. Когда дети приехали во Францию, они были очень скромными. Но когда они уезжали, у нас были совершенно иные отношения. Открытые, дружеские. Обсудить результаты поездки дети, их родители, представители правительства и меценаты собрались в учебном классе Ломоносовской школы. Слова благодарности от родителей, обмен подарками довели сентиментального доктора Энгеля до слез. А то, что они не смогли сказать друг другу в официальной обстановке, прошептали еще до того. Вот так они встретились возле памятника Михаилу Ломоносову. Чтобы возложить цветы великому ученому, гению, который не признавал границ при жизни и помогает разрушать их силы своего имени спустя столетия. Обербургомистр города Фрайберга Свен Крюгер сообщил, что следующим летом при финансовой поддержке Читы Энгель школьников из села Ломоносова ждут во второй образовательный тур по Европе. В эту субботу в Дюзш номер один пройдет осенний триатлон «Суперспринт-2017». Открытие соревнования проводится в честь 637 годовщины Куликовской битвы. Спортивное мероприятие включает плавание на дистанции 800 метров, велогонки 20 километров и кросс 5000 метров. Не пропустите эффектные соревнования в эту субботу, 23 сентября, начало в 10.00. Как выбрать именно ту дверь, которая будет радовать вас каждый день? Узнаем из сюжета от магазина «Реал Маркет». Когда вы планируете ремонт, помните, что двери подбираются в конце этого процесса, ибо это очень чуткий к перепадам температуры и влажности предмет. При выборе межкомнатной двери важно учитывать несколько параметров – дизайн, стоимость, производитель, конструкцию и материал облицовки. Магазин «Реал Маркет» является официальным дилером российской компании «Мариам». Она занимается изготовлением межкомнатных дверей уже более 16 лет и отлично изрекомендовала себя на рынке. Фабрика делает три основные серии. Первая – профилопорты, очень качественная и надежная. Каждая дверь покрыта специальной пленкой, которая предохраняет от царапин и обещает прослужить вам долгие годы. Серия «Техно» – более бюджетный вариант, цена на нее варьируется в районе 3000 рублей. Новинкой считается двери с ПВХ-покрытием. Они отлично выдерживают влагу. Шпанированные модели лучше брать для классических интерьеров. Если в комнате мало света и места, отдайте предпочтение дверям со стеклом. Кстати, оно достаточно ударопрочное и безопасное. Есть в «Реал Маркете» и входные металлические двери из «Еж Королы» от 12 400 рублей, а также все комплектующие и фурнитура – петли, ручки и уплотнители. Если не нашли вариант в наличии, магазин предлагает заказать по фирменным каталогам. Доставка в течение месяца. На сегодня это все. Смотрите нас каждый будний день на каналах РЕН-ТВ и ПС, а также в сети Ростелеком и в нашей группе ВКонтакте. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Без любви, выданная замуж за человека намного старше ее, она внезапно полюбила другого. Ну что же такое любовь? Божий дар или запретное наслаждение? 25 сентября. Драмтеатр. 18.00. Анна Каренина. Телефон для справок. 2-20-34. Хочешь удивить? Поздравь с экрана учителя, маму, бабушку, дедушку, папу, да кого угодно. Видеооткрытки, мини-клипы из ваших фотографий или съемок. Быстро и недорого. Приходи на Ленина 60, телекомпания «Космос». Это важно, это нужно. В магазине «Автообувь» на Ленина 61 большое поступление зимних шин, надежных и производительных. Литые штампованные диски, шиномонтаж. Здесь же, быстро и бесплатно. Будь готов к зимнему сезону вместе с магазином «Автообувь». 23 сентября магазин «Реал Маркет» приглашает на праздник урожая. Большой садовый базар. Здесь вы можете продать или купить свежие урожаи овощей, фруктов, грибов и ягод. А также посадочный материал и комнатные цветы. Торговые места предоставляются бесплатно. Заявку можно подать по телефону 247-47. Наслаждение для взгляда. Потолки здесь то, что надо. Мастер потолков предлагает уникальный дизайн, практичность и декоративность. Потолки любой сложности. Совершенство рядом. Стоит только поднять взгляд. Мастер потолков. Торговый центр «Кристалл». Первый этаж. В супермаркете «Невский» всегда свежая продукция. Производственного цеха «Кулинар и я». Охлажденка известных торговых марок. Молоко, творог, сметана по сниженным ценам. Сельдь слабосоленая по 108.90. В заморозке «Ментай» меньше 100 рублей. Консервированные горошек и кукуруза около 40 рублей. Актуальные сейчас колготки «Сорок Ден» 79.90. Супермаркет «Невский» ждет вас за покупками. Скоро зима. Ходить будешь в чем? Шуба сейчас. А платишь потом. Меховой салон «Зимняя сказка». Котлас, ТЦ «Невский», «Невского 33А». Рассказать о своих товарах и услугах, сэкономить рекламный бюджет, получить красивый ролик – это к нам. Приходите в телекомпанию «Космос» на Ленина 60. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова